доброе утро дорогие друзья доброе утро дорогие друзья мы находимся после емки пура и продолжаем изучать продолжаем изучать тору хитас как самое мощное средство соединения со всевышним тора молитва и добрые дела вот три три канала по которым можно соединиться со всевышним тора заповеди тора молитва и добрые дела значит есть значит очень интересно кстати одну вещь и такое сейчас увидел значит про молитву про молитву да про молитву про емки пур вчера мы целый день провели в синагогах молились просили всевышнего чтобы он простил нам прошлые грехи читали виду исповедь и значит вот мне присылали как раз очень много было в гадичи на ойля альтер рэбэ было много моих знакомых которые там друзей проводили проводили емки пур и вот значит здесь написано так что кто как всевышний бог навсегда всегда когда взываемы к нему значит молились всевышнего теперь вот сегодня в хитас первое что здесь такая идея очень сильно мощная идея что в момент когда что происходит когда человек молится всевышнего да вот ты молишься всевышнему ты молишься в ты просишь ты ты обращаешь свою свою мысль свое намерение свое желание к источнику всего мироздания да бог и вот когда ты настраиваешься на вот этот вот знаете особенно когда это и сильное намерение сильная вот внутри энергии ты прямо вот туда вкладываешься до в молитву и ты просишь у всевышнего источника всего чтобы там кто-то просит здоровья да не дай бог если у кого-то там нет здоровья или болеют близкие и человек он прямо вот действительно у него огромное желание он просто хочет изо всех сил чтобы это произошло чтобы они выздоровели другому не хватает денег кто-то хочет жениться кто-то хочет кто-то хочет но обычно вот люди хотят здоровья денег жениться кто-то большие такие есть люди духовные цадики они хотят соединиться со всевышним то есть их цель постигнуть всевышнего понять всевышнего и значит ну как это работает ты в этот момент соединяешь все свое желание всего себя можно сказать да то есть желание человека это его внутренняя сущность сущность человека выражается в его желание и желание человека но выражают его сущность и вот в момент молитвы особенно когда я теперь он был просто предназначен то есть это такие прям созданные условия для молитвы ты не ешь не пьешь у тебя вообще тебе нечем заняться до оказывается большая часть времени посвящена какой-то идеи питью а тут ты прямо не ешь не пьешь и ты понимаешь что этот день для молитвы и вот когда ты собираешь всего себя собираешь себя вот сквозь фильтр этого желания кто-то просит здоровья кто-то просит жениться кто-то просит денег кто-то просит здоровья жениться и денег кто-то просит еще что-то но в этот момент когда ты соединяешься со всевышним с источником всего в этот момент происходит это не то, чтобы просьба выполняется, да, то есть ты просто соединяешься с источником всего и для Всевышнего он все равно дающий, он всему миру дает, просто он дает сквозь огромный, огромный слой фильтров, разных фильтров, разных слоев духовной реальности и когда ты прорываешься сквозь эти слои своим желанием и соединяешься со Всевышним источником всего, творцом всего, в этот момент твое желание, оно может создается новая реальность, как бы, да, этим твоим желанием, так работает молитва и рассказывает, рассказывается одна история, что был один хасид который молился молился, он знал, как вся эта духовная реальность устроена он много лет изучал книгу Таня и там рассказывается в Кабале рассказывается, как Всевышний бесконечный есть четыре разных мира там мира целут и так далее какие-то такие очень сложные названия там есть в каждом мире десять сферот и как Всевышний он в этих сферот он все более и более уплотняется этот бесконечный свет и все молитвы построены, что ты каждая молитва, каждое благословение оно относится к какой-то сфере и так далее был один хасид, который молился, молился, он прям знал точно, что представлять в момент, когда ты это говоришь это говоришь, какое у тебя должно быть намерение, в какую сферу ты должен ликовен это как бы включить свое намерение и он молился, значит, этот хасид так молился и в какой-то момент он забыл во время молитвы забыл, в какую благословение к какой сфере относится и у него там, оп, забыл он и он в этот момент остановился и подошел к одному старому такому хасиду тоже, праведнику такому, да он ему говорит, вот я забыл там по Кабале, что нужно какое должно быть намерение в этот момент а тот ему говорит, дедушка такой старый он ему говорит, знаешь, что говорит во время молитвы нужно просто помнить одну вещь что ты молишься перед Богом, Творцом, Создателем то есть намерение должно быть одно в сторону Всевышнего, все если у тебя есть намерение одно в сторону Всевышнего и есть очень сильное какое-то желание то оно вместе соединяется и создается новая реальность дальше, дальше тут интересно, сегодня вот в Хитас очень интересный момент приводится отрывки из книги 365 размышлений Рэбе последний любая часть Рэбе он посвятил свою жизнь изучению Торы распространению Торы распространению едаизма веры в Бога и он просто посвятил свою жизнь он написал 10 тысяч писем ответы людям люди задавали ему вопросы и он просто каждому отвечал прям конкретно у него был прием, например, в воскресенье он начинал там в 10 утра и до 3 часов ночи стоял на ногах и все люди к нему приходили он каждому давал доллар чтобы человек этот доллар потом отдал на цдаку и каждому давал доллар и каждому давал благословение то есть он просто ну вот самоотверженно посвящал себя распространению божественного света и вот он есть его книжка 365 называется 365 размышлений Рэбе интересно, что сейчас эта книжка продается прям десятками-десятками тысяч книг потому что один из популярных певцов он сказал, что вот она его в момент там депрессии в момент, когда он в жизни потерялся его эта книга вернула и когда он это сказал в каком-то интервью то просто начали прямо все-все-все его последователи начали ее покупать эту книгу книга действительно очень стоящая изучение там каждое размышление Рэбе оно как кусок божественного света и вот сегодня приводится такая интересная вещь метафора из Талмуда это из этой книги отрывочек человек работает в поле и приносит домой зерно но но может ли он есть это зерно? какой прок от его труда? зерно-то он есть не может? и получается жена его помелит зерно получит муку из которой испечет хлеб такова и наша жизнь говорит Рэбе то есть в Талмуде приводится метафора что мужчина приносит зерно жена превращает зерно в хлеб а теперь Рэбе говорит такова и наша жизнь духовные свершения мужчины реализуются в этом мире благодаря его жене то есть это очень такая вот интересная мысль которая которая значит очень он доступно передал нам вот эту вот великую мудрость что каждый человек в этом мире он выполняет свой кусочек работы и у каждого есть к чему-то талант у каждого есть к чему-то призвание мужчина делает одно жена другое но не может мужчина без женщины и женщина без мужчины то есть они должны дополнить друг друга и духовные свершения мужчины реализовываются в этом мире через благодаря его жене так пишет рабе Минахе Мендал Шнерсон в книге 365 размышления Рэбе хорошо теперь дальше 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 кусочек сегодня из Хумаша из пятикнижия значит в общем здесь опять идет вот эта глава Азину она в очень метафоричной такой форме она объясняет нам то что Всевышний говорит то есть Машера Бену это была последняя он говорит вот запомните эту песню он перед смертью ее рассказывал и идет что я вам дам все хорошее начало песни вы потом разжиреете начнете брыкаться когда вы разжиреете начнете брыкаться и забудете Всевышнего пойдет наказание 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 и дальше тут интересно дальше интересно опять интересно вот мы сейчас живем в такую эпоху когда когда может быть я обобщил мы живем в эпоху да то есть я не люблю смотреть фильмы там ни про войну ни боевики но мы живем в такое время когда очень прославляется мир демократия отсутствие войны то есть когда в общем-то на сегодня весь мир стремится чтобы не было войны это очень удивительная такая штука но как бы вот ООН там любой начинается какой-то конфликт и весь мир стремится этот конфликт погасить чтобы его не было то есть стремление у людей к миру сейчас оно явно проявлено но в Торе вот здесь если мы почитаем да то здесь прямо я дословно буду переводить Теса Эль Шамаем Яди на русском ибо я поднимаю к небесам руку мою и говорю жив я вовек это метафора как Всевышний говорит на языке который понятен людям да когда я застрю до блеска мой меч возьмется за суд рука моя обращу я мщение на врагов моих и моим ненавистникам воздам это опять же Всевышний говорит на языке который был понятен очень людям 3000 лет назад когда была обязательная просто была не просто возможная а справедливость была построена на законах кровной мести то есть если кого-то из рода из семьи кто-то обижал затрадивал то вся семья она прямо обрали за мечи и это было нормально то есть это не было как бы удивительно да мы читаем в Торе историю когда когда украли сестру дочку Якова Дину ее украл сын сын такой была золотая молодежь в то время тоже был сын губернатора города Шхен и украли сестру он ее украл и потом папа приходит и говорит он хочет на ней жениться отдайте ее в жены и значит сказал Яков тогда Яков он был золотая середина да то есть он он олицетворял собой Яков Исраэль подход к жизни который называется золотая середина и он понимал несмотря на то что ее забрали несмотря на то что поступили с ней ужасно но он понимал что он его 12 сыновей они ничего не могут сделать в этой ситуации и он хотел просто забрать и уйти он говорит мы ее не выдадим за вас жены потому что вы не обрезаны давайте мы уйдем и тут жители Шхема они говорят а мы обрежемся давайте мы обрежемся все вместе чтобы вы остались и вот они обрезались и два из 12 сыновей два брата ее Шимон и Леви они взяли мечи и на третий день после обрезания они зашли в город Шхем и вырезали весь город и это было нормально в те годы то есть в те годы именно так это был способ восстановления справедливости поэтому когда мы читаем в Торе что Всевышний сказал когда я застрю для блеска мой меч возьмется за суд рука моя обращаю мщение на врагов моих и моим ненавистникам воздам то это это абсолютно нормально воспринималось теми поколениями и поколениями до сегодняшнего дня значит и это опять же это метафора это метафора потому что потому что естественно что у Всевышнего ему не нужен меч ему не нужна стрела ему это все не нужно то есть это были метафоры понятные людям Тора говорит на языке людей чтобы мы это понимали 42 отрывок Аштир Хицай Мидам дословно переводится что я напою как пьют алкоголь да я напою стрелы мои кровью и меч мой будет есть будет есть пожрать будет мясо заплененных за тех кого били мои враги значит очень очень такой вот современный человек прочитает скажет какая жестокость да как это так как Всевышний который любовь он может такое говорить но если мы посмотрим вообще Всевышний это любовь Всевышний это добро Всевышний это свет Всевышний это это все понятно а теперь посмотрите на людей отражение Всевышнего в этом мире первый человек Адам решен не послушался Всевышнего его два сына Каин убил Эвеля убил своего родного брата из зависти к тому что Всевышний принял его жертву и дальше на протяжении всех поколений люди они они как раз и были производителями я сейчас расскажу одну вещь которую я в Йомти-Пур в этот прочитал значит между молитвами чуть-чуть можно было поучить Тору это просто она очень сильно так много объяснила значит написано в Талмуде что Ецарара Ецарара злое начало в человеке оно похоже на паутинку на паутинку а в начале а потом оно похоже вот это злое начало в человеке на надышло оглобли в которые запрягают лошадь деревянные оглобли палки такие которые потом эту лошадь запрягли и лошадь везет и значит это было объяснение на отрывок в Мишле есть отрывок когда Исалев значит грешник он извращает свой путь а потом он Богу говорит это все из-за тебя это ты в меня вселил злое начало это нет на мне ответственности это ты вселил в меня злое начало и значит Талмуд объясняет этот отрывок в Мишле что что когда грешник говорит Богу ты мне сделал ты во мне сделал злое начало это не я грешу а во мне злое начало объясняется так значит в начале злое начало в человеке вот этот ецарара это как паутинка это естественная вещь паук плетет паутинку и в человеке все его все его ецары да все его инстинктивные инстинктивное его побуждение, например, к запрещенным связям половым, например, к запрещенной еде, например, человек хочет очень зарабатывать, там, жадность или зависть. Все эти качества в начале, когда Всевышний их создал, все эти качества, без них не было бы жизни, потому что без стремления к связям не было бы детей. Без стремления к еде человек не кушал бы и не ел бы. То есть это стремление, это инстинкт самосохранения. Без стремления к деньгам никто бы не работал. Без зависти никто бы не учился бы и не развивался бы. То есть все эти стремления, которые Всевышний заложил в природу человека, в начале, когда они природные, это как паутинка. Но потом оглобли, это уже дело рук человеческих. И когда человек берет это свое стремление, и его потом он повторяет, 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 усиливает, разрешает себе, объясняет себе, что это можно. И дальше, когда он сам грешит и себе объясняет, что это уже не грех, это уже производная человека. И он не может потом Богу сказать, что это из-за тебя все. Это не из-за Бога. Это Бог дал эти качества, чтобы мы их использовали для жизни. И написано еще в Медраше в одном, что когда грешники обратились к Богу, сказали, это ты дал нам этот Ецарара. Бог им сказал, нет, я вам дал Ецар, я вам дал инстинкты. А злыми его сделали вы сами. То есть это как раз в руках человека. Теперь, значит, понятно, да, надеюсь, что я понятно объяснил эту непонятную вещь. И дальше Бог говорит, что я взыщу за кровь рабов своих, за кровь еврейского народа. Я взыщу. И мщение обратит на его притеснителей и умиротворит свою землю, народ свой. Это 43-й отрывок. И тут очень интересно, значит, Всевышний говорит, что я взыщу за кровь рабов моих. Но, тем не менее, есть же очень понятная вещь, что Бог сказал вначале еврейскому народу, если вы не будете мне служить, я вас буду наказывать. И есть в Талмуде тоже на этот счет очень рассуждение, что если Бог сам отправил еврейский народ в Египет в рабство за грехи еврейского народа для исправления, то почему тогда с египтян взыстивается за то, что они притесняли евреев, если Бог сказал еще Аврааму, что твое потомство будет притесняемое в чужой стране, так египтяне говорят, мы выполняли волю Всевышнего. За что же Всевышний с нас теперь спрашивает за то, что мы выполняли волю Всевышнего? То есть, когда Бог наказывает грешника руками другого человека, так это получается, что это Всевышний наказывает? За что тогда наказывает того человека, который был орудием в руках Всевышнего? И Равыцкак Зильбер, он очень красиво это объяснил на понятном примере. Он говорит, действительно, по статистике в Москве должно быть там 20 тысяч жуликов. Так он назвал, он сидел в тюрьме, и в тюрьме вот это название, люди, которые ведут антизаконный образ жизни, называются жулики. И он говорит, должно быть 20 тысяч жуликов. Это понятно, всегда будет 20 тысяч жуликов. Пока есть мир, всегда будет 20 тысяч жуликов. Но у каждого отдельного человека есть свобода выбора, быть преступником или не быть преступником. И когда действительно Бог сказал, что я сделаю так, что придет народ издалека и накажет, и разрушит храм, когда римляне пришли, захватили Израиль и разрушили второй храм. Да, но кто будут те римляне? Это вопрос, это выбор каждого римлянина. И второй выбор, когда Всевышний говорит, надо наказать, одно дело надо наказать, а другое дело, когда у фашистов была возможность сделать концладеря, трудовые ладеря, или убить. Или можно было убить, или можно было, как садисты там издевались и так далее. Это уже за вот это он накажет Всевышний, да? То есть первое, был ли ты тем убийцей? Тут тоже очень важная вещь, что даже когда человеку присуждена смертная казнь, то, знаете, есть такой закон, что надо на крыше построить забор. Построить забор, чтобы никто не упал. И написано, что построить забор, чтобы не упал упавший. И отсюда учится, что тот человек, который упадет с крыши, если не построен забор, он должен был упасть. Но Тора говорит, что наказание не пришло через тебя, потому что наказание приходит через того, кто сам уже удостоен, ну, кто сам своими поступками заслужил, что через него придет наказание. Вот. Вот это то, что сегодня мы успели выучить из сегодняшнего хитроса. Кто хочет дальше углубиться, есть ссылочка на то, чтобы скачать полностью, полностью скачать это приложение. Очень удобно. Каждый день приходит прямо книжечка на русском языке, и вы можете читать, изучать более глубоко. Мы делаем обзор 20-минутный, а вы глубоко можете изучить. Все, дорогие друзья, всем шаббат шалом. Чтобы был очень хороший шаббат, полные присоединения к Божественному Свету, очищения. Шаббат это как миква, да? Когда ты окунаешься в шаббат, то ты как будто бы окунаешься в источник святости. И чтобы мы все стали в шаббат более чистыми, святыми. И чтобы Всевышний нам помог реализовать наше намерение, жить честно, жить по законам Всевышнего, понять Всевышнего. И чтобы мы получали много добра здесь и много добра в грядущем мире. Всем шаббат шалом. Всего удачи, успеха. Пока.